И что же ты, подруга, придумала? Видишь машины внизу? Вижу. Не делай этого. Да, красная твоя, моя синяя. Бросаем кирпичи, побеждая тот, кто разобьёт все окна в своей машине. Шутишь? У меня глаз алмаз. Ха, супер. Проигравший... Отвечает на вопрос, без сарказма. Мы что, играем в чистосердечное признание? Хм, ладно, поехали. Блин, фигак! Чётко! Дрянь! Да! Хе-хе-хе-хе. Ха! Второе! У меня уже третье. Яблочко! Так! А-то отсюда кидаться неудобно. Ну что это? Упс! Ба! Да какого хрена? Отстой! Едь! А кирпичей на всех хватит? А и кирпичей. Что, нравится? Би-и-и-серд! А-а-а! Побежали-побежали-побежали! Последнее! Осталось одно! Да! Е-е-е-е! Баева! Я чемпионка! У моей стёкла были толще. Ну да, можешь не оправдываться. Теперь вопросик. Уже страшно. Ну-ка, ну-ка. Так, почему ты ушла? Почему ты набросилась на меня? Марлин говорила про маму. Даже не думай. Так. Что там Марлин рассказывала про маму? Да немного. Я так поняла, они дружили ещё до эпидемии. О, и она сказала, что твоя мать была медсестрой. Медсестрой? Судя по всему, они часто ссорились, но всё равно оставались подругами. Знакома, да? Хм. Ага. Давай. Сейчас я тебе покажу. Почти пришли. Так, так, так. Это уже интересно. Что мы тут забыли? Страшноватое место. Так вот. Помнишь, мы думали, что свет есть только в нескольких районах? Ну? Оказывается, нет. Где за мной? А есть ли смысл? Да, здесь есть записки. Подожди. Записка с предупреждением. Майор Бэнкс. Это уже мой третий запрос. Просьба увеличить число патрулей в этой местности. Город наводнили беженцы из Хартфордской карантинной зоны. И многие из них проходят через торговый центр, потому что знают, что тут мало солдат. Эти люди готовы на все. В большинстве случаев они попадают в город, уже будучи зараженными. Как я указывал в докладе, только на прошлом деле мне пришлось нейтрализовать сразу трех зараженных на первой стадии. Я понимаю, что ресурсов мало, но если нам не пришлют подмогу, наш торговый центр просто сметут эти суки. Сука, сука, мать вашу за ногу, хер ты моржовый, да кому я все это пишу? Навеки вошла кейсер, сержант Уинстон Ашер. Сдали у него нервишки, и я понимаю даже отчасти его чувства, когда в пустую пытаешься позаботиться о чем-то, но тебя никто не слушает и не до тебя в принципе. Хорошо. Так, включаем. Дергай. Только они его вырубают. Надо просто обратно вырубить. Да легко. Спорим, не работает. Я же тебе говорила. Везде что ли свет зажегся? Пойдем проверим. Ну пойдем. Ты готова? Слушай, я... Понимаю, куда ты клонишь, и... Я очень рада, что ты жива. В смысле... Я рада, что мы снова вместе, и... Прости меня. Я тебе тогда перед уходом... Наболтала ерунды. Райли. Ты такая нюня. Ты сама начала! Да. Ну, готова? Готова. Весь торговый центр зажегся. Да? Ну мы хрен чего увидим, да? Потому что пришла снова зима, и мы... Видим уже вертолет, упавший на крышу. Или пробивший крышу. Ну как забраться? Я предполагаю, что все-таки... Понимаете, тут всюду просто ограждение установлено просто всюду. Лужа крови, в ней записка. Припасы были на исходе. Мы с рядовым Юджином Элисом вошли в зону погрузки, чтобы поискать там пропитание. Нас напала группа зараженных на второй стадии. Их было с полдюжина. Они застали нас врасплох. Мы нейтрализовали угрозу, но Элису укусили. После напряженной дискуссии, в ходе которой рядовой Элис попытался покончить с собой, я его обездвижил. После этого я принял решение нарушить протокол. Я изолировала поражение, пораженную конечность с помощью шины. Затем я пошла в заброшенный лазарет, взяла там хирургическую пилу, продезинфицировала ее, вела рядовым Элисом в дозморфию, после чего я импутировала руку, сделав разрез на несколько дюймов выше места укуса. Я уверен, что после того, как рядовой придет в сознание, он не будет выказывать признаков поражения кардицепсом. Капитан Регина Фрэнсис, умница, отхреначила ему руку и уверена в том, что это поможет. У меня один вопрос. Откуда такая уверенность? Ой! Надо же! Даже хп себе восстановил. Очуметь! Там еще что-то было. Так, можно уже делать смело. Ничего нельзя делать, хотя я вроде уже собирал до этого припасы. Не очень, я понял. Сей прикол. Так, еще немножко шоколадки. Это чтобы сразу не умереть при встрече, я так понимаю. Даже патроны есть. При встрече с зараженными, чтобы сразу не умереть. Чтобы был малейший шанс. Ты хочешь сказать, что я до сих пор не могу ничего создать? Прикол. Судя по всему, нам сюда. Темновато. Ё-моё! Я дернулся быстрее, чем Элис. Как-то она беспалево так. Че там, вода? Тревожная музыка. Аужели нам сюда надо было? Оттуда не надо? Там же дверь можно было открыть. Здесь генератор. Так на всякий случай. Вот и он. Я на месте. А зачем нам он? Я так и не понял. Видал, у Элису стало хуже. У него жар и постоянная рвота. Может, я ошиблась. Может, запоздал с ампутацией. Может, однажды, когда я отвернусь, он бросится на меня. Протокол противодействия инфекции. Мы поступили с офицером Колфидом, как должны были. Мы... Да какого я обманываю? Мы убили Ларри. Я пристрелил его, как собаку, пока Элиса выдержал. И я не могу забыть его крики. Риган, пожалуйста. У меня еще есть время. Не надо, Элис. Что мы натворили? Может, мне просто уйти, бросить его и убежать? Прости, Элис. Риган. Ну что? Ой-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Ой-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Чего? Никак. А че это не как-то? Бензин кончился? Бензина нет. Черт. Да что ж все не слава богу-то? Пусто. Где бы достать бензин? Я знаю, где надо отсосать. Отсосать надо у этого здоровенного грузовика. А пока не отсосешь, хрен че откроешь. Понятно. Вот так по жизни, блин. Я не знаю, могу ли я сюда плюхаться? Как вы считаете? Не глубоко здесь? Вроде бы нет. Где бензобак у этого... Че? Твою мать! Сталкеры! Кто? Почему сталкеры? А? Они не реагируют на свет фонариков. Отлично! Штрудель, штадель. Вообще вот большой-большой бак. Неужели в нем нет бензина? Че-ка? Че-то с тварей? Оно умерло. Куда? Начинается. Оно умерло. Кого хренал? Я столько ударов пропустил. Я просто думал, можно как-то к ним подойти. Конечно, хрен я угадал. Да какого ты, блин? Умри уже. Закончили? Играет с вами в лязьки-мосяськи. Ой, да пожалуйста. Меня здесь ждут медикаменты. А их, может быть, здесь просто много. А! Ну и че? Все что ли? Ну, будем надеяться. Да, вроде бы. Так. Ищем бензин. Бензин. Тран-тан-тан-тан. В самом дальнем грузовике, конечно же. Че, пусто? Непорядок. Патроны. Патроны. Закрыто. Черт. Заперто. Окей. Ладно. Пошли шманать другие тачки. Это полный хп. Тоже пусто. Да что ж такое. А, то есть всех перебили. Теперь можно и по бакам пошариться. Отлично. Как это делается? Берем шланг и... Вставляем себе в рот другим концом. Вы со своим бензин, так? Пошло. Так. Ладно. Этого хватит. Возвращаемся к генератору. Сейчас зальем бензинчик. Сейчас откроем все двери. Ну-ка. И пойдем куда-то там. Куда-то мы пойдем. Вот так. Разбавляюсь как бы сейчас не завести. Я всегда этого боюсь. Как уже было и ранее. Заводишь генератор. Делаешь... И потом сбегаются все зараженные. Так, оружие. Именно так и произошло. Ну и вкоротнуло. И я вообще счастлив. Безумно. Для тупых нам пояснили. Что обратной дороги нет. Нехрен нам там ловить. Уже можно что-то крафтить. Мины можно крафтить. Скиллы не... Скиллов не осталось в принципе. Изученных. Поэтому все по старой схеме. Тихо. Так, полезли наверх. Ну, благо здесь гении строили вентиляцию. И можно везде пройти. Почти под потолком. Тихо. Главное, чтобы эти навесы не обвалились. Смотри вперед. Все получится. Я даже не переживаю. Попадешь в воду и не поджаришься. Грузовик. Ну и все, собственно. Пуш за баттон. Пошли вперед. А что мы здесь видим? Мы здесь видим стеллажик. Я не думаю, что на самом деле Эли столько бы утащила. Интересно, в чем наша задача. Возможно, наша задача... В тупом... В тупом перетаскивании. Из одного места в другое. Но, видимо, все не так просто. Поскольку здесь я не вижу ни черта. Нам нужно как-то пробраться туда. Но по воде нам путь закрыт. Я понимаю. Я все прекрасно понимаю. И даже, кажется, понимаю, как нам туда попасть. Нам нужно просто сдвинуть это вот сюда. Или не сюда. Или сюда. Вообще, я думал... В принципе, можно и так залезть. Понятно. Ах ты! Блин! Для чего эта штука теперь все встала на свои места? И-и-и! Давай, тащи. Вот так вот. Все, теперь не должно ничего опуститься. Ну вот и все. Я еще раз повторяю. Главное, чтобы под нами была тверда платформа. В противном случае... А вот туда я хочу залезть. А? Нет? Никак? А жаль. Ну и все. Можно прыгать. Снова зараженные. Ни хрена! Че у вас так много, ребят? К тебе я подойду тихо. А ты че не сдохла? Ну все, мы закончили. Все, сваливаю. А где патроны, блин? Ребят, ну у вас так много, я убил. Вы не хотите меня вознаградить? Как бы, ну... Я понимаю, что не скромно, но тем не менее. Ну ладно, вроде опасность-то... Опасность миновала. Я бы, конечно, всех поджег. Но как-то не сложилось. Я испугался, что щелкун слишком рядом. Начал суетиться. Он меня услышал, и это все вызвало цепную реакцию. Пришлось потратить все патроны. Мне же хуже, если я не найду еще патронов дальше. Мне кажется, выход уже не за горами. Вопрос только, где он? Какие гигантские магазины. Там все равно кто-то есть внутри. Блин, ну я же всех убил, правильно? Уже ни с кого ничего не выпало. Ладно. Ну вот, идем по кабелю. Куда он нас приведет? Приводит он нас к решетке очередной. Снова здорово. Вертолет еще не... Вот, зараза. Откуда они берутся? Вот я тоже думаю, блин, откуда вы беретесь? Сволочи. Ладно, давайте это куда-нибудь их подальше. Причем при всем том, что я до сих пор не могу сделать... Не, ну звук был там. Какого хрена ты идешь в эту сторону? Может мне рассказать? Ух ты, ёп. Вот это я кинул от бога просто. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Надо их отвезти подальше от ворот. Да-да, идите нахрен отсюда. Да-да, идите нахрен отсюда. Все, идите в зад. Я не бегу за мной. Ура, аптечка. Отлично. Полный комплект. Все, мое. Никому не отдам. Отлично, я как раз только об этом и подумал. Именно эти слова воспроизвел мой мозг. Готово. Нифига себе. Кто-то. Эй, а солдаты не увидят, что мы тут свет зажгли? Не, снаружи огни не горят. Откуда ты знаешь? Цикада Мелани мне рассказала. Ну, давайте продолжим, что ли, в следующей части кататься на лошадках. Попробуем? Режим. На лошадке. Спасибо. Попробуем. Режим.